Итак, план нашего вебинара следующий. Я вам расскажу о компании Аксилот, а Дарья, чуть попозже, после меня, расскажет о функциональной подмолнице системы Аксилота, и Дарья будет вопрос. Итак, компания Аксилот основана в 98-м году, нам уже более 20 лет, мы на рынке этих услуг уже 21-22 года. У нас есть два больших офиса в Москве и офис в Кирове. Общество сотрудников более 200 человек, и основной нашей сферой деятельности является автоматизация процессов управления складской и транспортной логистики, а также проведение логического консалтинга. Кроме логического консалтинга, спектр услуг, которые мы оказываем, это, конечно, автоматизация складской и транспортной логистики, разработка и внедрение систем для складской логистики в ОМС, и для транспортной логистики систем класса ТМС. Для каждого нашего проекта мы поставляем оборудование под ключ, потому что без оборудования проект сложно очень делать и нам, и вам. По всем проектам, по всему ПО, вы можете всегда обратиться в наш центр технической поддержки, который работает в режиме 24 на 7. Можно звонить по телефону, либо обратиться через почту. Наши партнеры, самые главные, это компания фирмы 1С, компания ГРАДУ, которая занимается решениями класса ERP, компания D3ON, которая представляет корпоративную сервисную решение данных. Как я ранее говорил, для каждого проекта по УМС и ТМС мы предоставляем оборудование под ключ. Компания ZEVA предоставляет нам терминалы сбора данных и другое необходимое оборудование для этого для складской логистики. Также компания Xtreme занимается поставкой всего необходимого сетевого оборудования, Wi-Fi на складе. Очень важная вещь, без нее тоже очень трудно обойтись. Картографический сервис нам предоставляет компания CityGIF. Клиентами нашей компании есть абсолютно в разных сферах деятельности, таких как торговые сети, энергетика, машиностроение, производство и торговля. Наверное, в каждом сегменте рынка мы автоматизировали инструктуру либо транспортную логистику. Как вы видите сейчас на слайде, компании абсолютно разные, сферы деятельности также абсолютно разные. Компания Xtreme является разработчиком программных решений, таких как унистическая платформа Xtreme X. И решение для транспортной логистики – это Axelot WMS X4. И решение для складской логистики – это Axelot WMS X5. Как вы видите на данном слайде, при использовании систем в едином контре логистическом достигается эффективный эффект, который позволяет автоматизировать основные цепи поставок, оптимизировать складки и затраты, затраты на транспорт. И также проводить бесшовную интеграцию между системой ВМС и ТМС при помощи корпоративной сервисной сниженной данной «Датарион» и «Датарион». Основные наши преимущества – это стабильность и финансовая устойчивость, так как на рынке мы уже очень-очень давно и имеем довольно существенную долю этого рынка. Занимаем лигирующие позиции, даже можно так сказать. Выполняем более 100 проектов в год, реализуем их от начала и до конца. Имеем опыт построения посерногруженных систем. И так как проектов очень много и, как вы видели на экране, очень много различных сфер деятельности, имеем просто большую, очень простую экспертизу в своем сегменте рынка. Для каждого проекта у нас выделяется штат консультантов, артитекторов, разработчиков. Имеем высокий уровень компетенции в области построения логистических процессов и управленческого учета. Также повторюсь, по всем проектам, по всему ПО у нас есть центр служебной поддержки, который работает в режиме 24 на 7, куда всегда можно обратиться со всеми вопросами и всегда вам ответят, либо посоветуют что-то наши сотрудники. Сейчас, наверное, передам слово Дарье, она вам расскажет о функциональных возможностях системы и приведет небольшие примеры ее возможностей. Коллеги, добрый день. Еще раз меня зовут Дарья Аплубенцева. Я ведущий консультант в направлении складской логистики в компании Аксор. И сегодня мы поговорим с вами о функциональных возможностях системы ВМС, разработанной нашей компанией на агропромышленных предприятиях. План нашего вебинара такой. Сначала мы поговорим о проблематике отрасли и задачах, которые стоят перед системой управления вкладом при внедрении. Далее на примерах мы разберем функциональные возможности системы в соответствии с теми задачами, которые ставятся. И в конце вебинара мы будем ожидать ваши вопросы, которые у вас возникнут в ходе демонстрации. С удовольствием на них ответим. Перед тем, как переходить к основной проблематике отрасли, мы хотели бы вас познакомить со списком наших клиентов. В данной специфике на слайде представлено название компаний, с которыми мы сотрудничаем по внедрению проектов ВМС, ВМС и оказанию услуг логистического консалтинга. Часть из представленных предприятий уже полностью запущена и системы введены в промышленную эксплуатацию. Часть предприятий находится с нами на стадии сотрудничества в различной степени проработки. Исходя из опыта внедрения системы управления вкладом и специфики отрасли, мы обозначили список основных проблем и задач, которые ставятся перед системой управления вкладом при внедрении. В первую очередь, они, конечно же, касаются организации учета продукции на складах. То есть, говоря об автоматизации агропромышленных предприятий, мы подразумеваем автоматизацию складов готовой продукции компании. В основном это склады кисломолочной продукции, склады колбасной, мясной продукции в различных вариациях. Сюда же можно отнести сыры, овощную продукцию, какую-то, может быть, поколейную продукцию в том числе. И так как мы говорим о продукции, которая относится к категории продуктов питания, то основной задачей, ключевой, является организация учета номенклатуры по срокам годности. И обеспечение принципа ФИФО при отгрузке. Особенно остро данная проблема стоит для продукции, у которой критически короткие сроки хранения. Сюда можно отнести, в принципе, кисломолочную продукцию, часть колбасной продукции. Ну, например, есть номенклатура на молочных складах, срок хранения которой составляет двое-трое суток в среднем. И здесь мы должны понимать, что основной задачей системы является минимизация просроченной продукции на складе и своевременная отгрузка клиентов. Потому что, если мы говорим о товарах с более длительными сроками хранения, мы понимаем, что если мы что-то не отгрузим сегодня, мы можем отгрузить это завтра, в принципе. Если мы говорим о скоропортящейся продукции, то то, что мы не отгрузим сегодня, завтра уже у нас попадет в просрочку и предприятие понесет определенную вороту убитки. Следующая задача, которая ставится перед системой управления складами, это обеспечение прослеживаемости продукции по производственным партиям. Под производственными партиями здесь можно понимать различные параметры. Это может быть номер производственной линии, это может быть номер мастера смены, это может быть и то, и другое. Но в зависимости от правил формирования этих партий на конкретном производственном предприятии. Для чего нужна эта прослеживаемость? В первую очередь прослеживаемость производственным партиям для чего она нужна? В первую очередь она нужна для того, чтобы в случае нарушения каких-то технологических процессов на производстве, если продукция уже поступила на склад, мы должны иметь возможность заблокировать данную партию подгрузки на определенный срок, либо заблокировать ее вообще. Также многие компании ставят перед собой задачу прослеживаемости именно с момента захода сырья на производство до момента доставки конечному клиенту. Это тоже можно обеспечить, если мы идем учет по производственной партии. Так как мы говорим с вами о продукции с сроками хранения, автоматически возникает следующая потребность в планировании отбора продукции на складе не только с учетом принципов ФИФО, но и с учетом требований к остаточным срокам вольности для контрагентов. В основном все контракты, которые заключаются между компаниями-производителями и конечными получателями, содержат в себе пункт с требованием, в которых четко прописан процент остаточного срока годности продукции, которая должна отгружаться со склада. Соответственно, задача ВМС системы обеспечить данную отгрузку. Следующий пункт, о котором тоже мы сегодня поговорим, касается, остро коснется с 1 ноября 2019 года вкладов молочной и мясной продукции. То есть все мы знаем, что с ноября в обязательном порядке вводится в эксплуатацию систему Меркурий. Часть предприятий на текущий момент уже работают с этой системой в тестовом режиме. А вот с 1 ноября это будет обязательная задача. И в данном случае ВМС система является той системой, которая владеет всей информацией об принимаемых и отгружаемых партиях продукции в разрезе дат производства. В дальнейшем ВМС система транслирует эту информацию в корпоративную систему, и после чего корпоративная система всю необходимую информацию передает в систему Меркурий. Следующее требование к разрезу учета продукции является учет в разрезе качества. Для чего это нужно? Одна и та же продукция с одной и той же производственной партией может храниться на складе в различном качестве. Под качеством здесь понимается степень готовности продукции к отгрузке. То есть у нас может быть продукция полностью готовая к отгрузке, кондиционная, о которой нет каких-либо ограничений. У нас может быть продукция, у которой уже истекают сроки годности. Может быть просроченная продукция в том числе. Либо же товар может блокироваться временно к отгрузке по определенным причинам. Причин может быть сколько угодно много. Дефект упаковки, течки, соответствие маркировки. И список причин блокировки достаточно обширный. Это контролируется служба отдела контроля качества. Соответственно, задачей ВМС системы является ввести такой учет, чтобы в любой момент времени мы могли сформировать отчет об остатках и увидеть, что часть продукции у нас является кондиционной готовой к отгрузке, часть продукции у нас заблокирована по каким-то причинам, часть продукции еще не полностью готова, находится, например, в стадии охлаждения, дозревания, застывания. Ну, зависит от типа продукции. Следующая задача ВМС, которую мы для себя отмечаем, это необходимость учета весового товара и, как следствие, интеграции с весовым оборудованием. То есть, само собой разумеется, что на складе есть штучный товар, это упаковки с фиксированным весом. И здесь особых сложностей нет. Мы всегда понимаем, что и в каком количестве мы должны отгрузить. Собственно, отклонений здесь быть не может. Если мы говорим о весовом товаре, то здесь возникает необходимость работы с отклонений. Потому что, заказывая 150 кг определенного вида продукции, мы понимаем, что при подборе 150 кг мы не наберем никогда. Всегда будет определенные проценты недопоставки, либо перепоставки, которые точно так же должны контролироваться системой правильной складки. Далее, так как мы говорим о предприятиях производственных, возникает необходимость идентификации продукции по производственным структурным штрих-кодам. По структурным штрих-кодам мы понимаем штрих-код, который содержит в себе информацию не только о артикуле товара, о штрих-код ЯАН-13, а также и включает в себя дополнительную информацию. На тот же мой список этой информации достаточно обширный. Это может быть дата производства, дата окончания срока годности, номер производственной картии, количество продукции в коробке, количество продукции на поддоне. Но здесь тоже все зависит от правил формирования этого штрих-кода на производстве. Моя система умеет работать с данным видом маркировки. Если мы говорим о складах кисломолочной продукции, о складах, где хранятся сыры и масло, то у нас возникает дополнительный процесс до охлаждения, либо застывания, либо до зревания продукции. На мясных предприятиях я такого процесса не встречала, но, возможно, какое-то подобие тоже есть. В чем здесь смысл? Смысл в том, что, если говорить о молочной продукции, товар, который поступает на склад готовой продукции, по технологическому циклу должен пройти определенную степень охлаждения. То есть мы не можем оберужать продукцию, только что вышедшую из конвейера. Исключением является, по-моему, только молоко. Вся кисломолочка должна охлаждаться от 6 до 12 часов. Поскольку на предприятиях часто сталкиваемся с проблемой нехватки места, нет возможности выделить какую-то буферную зону, в которой продукция доходит до определенной кондиции и потом поступает на склад готовой продукции. Чаще всего поступление идет непосредственно с конвейера на склад готовой продукции и далее происходит процесс до охлаждения. В МЭС система контролирует этот процесс путем заданий определенных временных интервалов и по истечении этого времени. Либо система должна выдать какое-то напоминание ответственным сотрудникам о том, что продукция прошла от такого охлаждения, либо автоматически изменить качество. Это тоже зависит от конкретного предприятия, от конкретного проекта. И последний пункт, который мы для себя отметили, это возможность организации работы службы отдела контроля качества на таких складах. Опять же, поскольку мы говорим о продукции собственного производства, на любом заводе, неважно, будь то мясной, молочный, сырный, какой-либо другой, существует отдельная выделенная служба, которая называется служба контроля качества. И ее основной задачей является не допустить отгрузку продукции, качество которой не соответствует всем стандартам. И здесь ВМС-система тоже дает обширный функционал для работы этой службы. То есть это должна быть определенного рода блокировка, разблокировка продукции, напоминание о необходимости проведения контроля качества, всевозможные отчеркности. Что касаемо проблематики и задач, здесь, наверное, все. Я обращаю Ваше внимание, что специфика здесь речь идет именно об агропромышленности. Ну, в чем-то это подходит, в принципе, под любой склад продуктов питания. Естественно, список задач, которые стоят перед ВМС-системой при внедрении, он гораздо более обширный. Это и адресное хранение, это внедрение технологий штраф-кодирования, это управление всеми операциями в режиме онлайн, это всевозможная отчетность, мотивация. Но тема сегодняшнего нашего вебинара более узкая, поэтому мы разбираем конкретно выделенные задачи. Далее мы сейчас на примере скриншотов системы разберем, каким образом эти задачи в системе решаются. Первое, о чем мы говорили, это организация учета номенклатуры. На слайде вы видите вариацию карточки номенклатуры, какие параметры для нее создаются. Вообще справочник номенклатуры нагружается из корпоративной системы. У карточки номенклатуры есть производственный артиф, есть срок хранения, по которому в дальнейшем вычисляются все ОФГ, параметры партии и прочее. Есть базовая единица измерения, которая может быть как мерная, так и немерная. То есть если мы говорим о штучном товаре, скорее всего это будет штука, коробка, либо немерный килограмм. Если мы говорим о весовом товаре, колбасы, сыры, овощи, то это будет мерная единица измерения. И задается один немаловажный параметр обязательный для учета, это модель учета продукции. Именно на уровне карточки номенклатуры. Модель учета продукции содержит в себе настройки учета. Здесь задается параметр именно партионный учет. То есть каким образом мы хотим вести учет продукции, либо по датам производства, либо по датам окончания сроков годности, нужен ли нам номер производственной партии, либо не нужен, нужно ли нам дополнительно ввести учет по поклаждателям, либо не нужно. Это все задается на уровне модели учета. Также на уровне модели учета задаются основные правила планирования. Это правила размещения, отбора, подпитки, изменения качества продукции. Здесь следует отметить, что у разного типа продукции могут быть свои различные требования к учету и, собственно, список моделей учета не ограничен и может настраиваться в огромном количестве конкретных предприятий. В случае, если мы говорим о учетах по срокам годности, в системе это реализовано через партионный учет. Партия номенклатуры формируется на основании тех параметров, которые мы указали в модели учета. Если мы говорим о том, что нам необходимо учитывать продукцию и идентификатором партии должна быть дата производства, например, и номер производственной линии, то при выполнении операции приемка инвентаризации и ввод остатков, это те операции, при которых товар появляется на остатках, для каждой номенклатуры у нас формируется своя партия. И в зависимости от тех настроек, которые в модели учета указаны, сотрудник склада у нас вводит либо дату производства, либо дату окончания срокогодности, номер партии, если он. Также здесь нужно обратить внимание на то, что каждая партия имеет свой статус. Статус партии – это признак доступности. То есть, если, например, у нас возникает такая ситуация, что на какой-то из производственных линий по определенным причинам нарушен технологический процесс, и партию необходимо полностью, в полном объеме заблокировать отгрузки до момента выяснения всех обстоятельств, мы имеем возможность осуществить такую блокировку как раз-таки путем изменения статуса. То есть, что делается с кодским оператором, либо специалистом службы в контроле качества в зависимости от обязанностей, которая назначена по уровню. Статус партии может быть доступен, если с ней все хорошо, может быть заблокировано. Если нам полностью нужно остановить работу по данной партии, может быть доступно для размещения, в случае, если мы можем принимать продукцию с данной партией, размещать ее на склад, но не можем отбирать. А может быть доступно для отбора, в случае, если мы должны выбрать полностью эту партию и отгрузить, но размещать на склад такую же принимаемую партию не можем. Далее, так как мы все-таки говорим о партионном учете и о учете по срокам хранения, как я уже говорила, у нас возникает необходимость планирования отбора с учетом требований к остаточным срокам годности для контрагентов. Эти требования могут быть зафиксированы в двух вариантах, либо в процентах, либо в днях. Это зависит от специфик предприятий и от контрактов, которые заключаются с конечными покупателями. Ну, чаще всего это проценты. И информация о требованиях передается из корпоративной системы в систему управления складом. И тоже это может быть сделано в нескольких вариациях. Вот в данном случае на слайде представлена строка заказа на отгрузку. И внизу красным выделен реквизит запас годности. То есть из корпоративной системы к нам загружается документ с заказом на отгрузку. И для каждой строки у нас прописан процент запаса срока годности. Это может быть сделано не только на уровне строки заказа на отгрузку, но и на уровне контрагента. Но на уровне заказа на отгрузку именно здесь правила более гибкие, потому что если мы говорим опять же о скоропортящейся продукции, то для продукции с равными сроками хранения у нас будут варьироваться требования к ОСГ. То есть, например, если у нас срок хранения 3 дня, то, соответственно, требования к ОСГ там будет либо 100, либо 90%. Если у нас срок хранения 2 месяца, то, естественно, требования эти будут снижены. Если мы задаем запас годности на уровне контрагента, то это означает, что абсолютно для всей продукции, которая отгружается данному контрагенту, срок годности должен быть ОСГ 80%. Если мы же задаем на уровне заказа на отгрузку, то это значит, что мы можем варьировать данный процент в зависимости от видопродукции. Далее задачей системы является выгрузка информации о принимаемых и отгружаемых партиях в корпоративную информационную систему для последующей выгрузки в Меркурий. Вообще, ВМС имеет техническую возможность интегрироваться с системой Меркурий напрямую, но, как правило, такая схема не применяется. Классический вариант – это именно обмен сначала с КИС, потом с Меркурием. ВМС-система является той системой, которая фиксирует при отгрузке, при приемке партии продукции, с которыми ведется работа. Здесь непосредственно саму выгрузку мы продемонстрировать не можем, поэтому на слайде я предоставила отчет контроль отгрузки, в котором фиксируется номенклатура, фиксируется дата производства продукции и количество, которое было отгружено. При отгрузке продукции со склада в корпоративную систему уходит XML-пакет с этими данными, на стороне корпоративной системы создается какой-то документ, либо заполняется текущий документ определенными датами, которые были отгружены дальше, информация контроль отгрузки. Если говорить об учете по качеству, здесь можно выделить два блога. Первый блог – это качество продукции в соответствии с ОСГ. Здесь речь идет о статусах номенклатуры, либо состояниях номенклатуры, именно исходя из-за остаточного срока годности. То есть изначально мы предполагаем, что продукция заходит на склад в статусе кондиционер, а далее по истечению определенного времени можно выделить, а можно и не выделять, это тоже зависит от требований конкретного предприятия. Выделить статус истекает срок годности, либо критический срок годности, и далее уже из этого состояния номенклатура переходит в состояние просрока, либо просрочек. Вот если говорить об этом блоге и о качестве именно по ОСГ, то данный функционал реализован в системе путем автоматического изменения качества. То есть мы задаем определенные параметры. Для вида номенклатуры в зависимости от сроков хранения. И по достижению определенного времени регламентным заданием качество продукции автоматически меняется. И оператор склада, а также менеджер, который занимается оформлением реалов клиента, в любой момент может сформировать отчет об остатках и по отчету увидеть, что на складе есть продукция, у которой на текущий момент критически низкий срок ОСГ и инициировать уже либо какие-то акции, распродажи, может быть возврат на производство для переработки. То есть своевременно найти применение такой продукции. Помимо качества, которое относится к ОСГ, у нас есть еще дополнительные статусы, которые также могут быть установлены для номенклатуры. Это статусы, с которыми работает в основном служба контроля качества. Ну, либо какой-то кодовщик-учетчик на складе. Список статусов здесь не ограничен. То есть на некоторых предприятиях он достигает и 50 наименований. Среди них есть брак, дефект упаковки, несоответствие маркировки, какой-нибудь жировой отек, если мы о колбасах говорим, несоответствие консистенции. Ну, в общем, список достаточно обширный, и сотрудник отдела контроля качества имеет возможность при блокировке продукции, путем изменения качества, указать эту причину блокировки. И опять же, при формировании отчета об отстатках мы всегда сможем увидеть, какая номенклатура у нас в хорошем состоянии, вводной подгрузке, с какой номенклатурой есть проблемы, нужно что-то решать. По поводу автоматического изменения, здесь на слайде сейчас представлен пример настройки, по которой в системе регламентных заданий происходит смена качества продукции. То есть, например, в данном случае мы говорим о том, что если у продукции остаток срока годности от 6 до 2 дней, то он меняет свой статус с кондицией на истекает срок годности. И если до окончания остается один день, то продукция у нас переходит в брусовку. Эти стратегии задаются на уровне карточки на инклатур. Как итог, есть на скриншоте пример отчета об остатках. Здесь у нас есть ячейка, есть балет, есть номенклатура, статус номенклатуры, зад производства, ну и собственно количество упаковок. Это самый примитивный вариант отчета, самый типовой. Здесь нужно понимать, что мы можем, в принципе, отчеты эти настраивать как угодно, добавлять дополнительные какие-то настройки, параметры. Но суть в том, что у номенклатуры есть два обязательных аналитических признака. Это партия и это состояние, ну то есть статус либо качество. Далее, если мы говорим о высоком товаре, здесь возникает необходимость задания процента отклонения для упаковки номенклатуры. То есть вот красный на экране выделит допустимый процент отклонения для работы с упаковкой сыра, например. И также допустимый процент отклонения у нас задается на уровне строки заказа на отгрузку. Так, здесь вот не скрыть, да? Здесь на скриншоте представлено пример заказа на отгрузку. Мы видим, что нам нужно отгрузить сыра любительского в 120 кг. Мы понимаем, что в 120 кг мы никогда не попадем. Поэтому, либо это делается на уровне контрагента, либо это делается на уровне строки заказа на отгрузку. А чаще всего это зависит от отгружаемого объема. У нас задается процент возможной недопоставки и перепоставки продукции. То есть при осуществлении подбора, при выполнении операции отбора, система контролирует, чтобы сотрудник, который выполняет отбор и вводит количество продукции, не вышел за допустимые проценты отклонения. Ввод веса в систему может осуществляться разными путями. То есть самый примитивный, самый простой путь, от которого, в принципе, современные предприятия отходят, это взвешивание продукции при отборе и ввод, ручной ввод на терминале сбора данных полученного веса. Это первый вариант. Второй вариант, более современный, практически все предприятия сейчас с этим работают, но для этого нужно определенное оборудование весовое. Это интеграция весового оборудования системы. То есть здесь ввод количества происходит иным образом. Сотрудник сканирует штрих-код номенклатуры, кладет продукцию на весы. Это могут быть разные весы, это может быть рабочее место отбора с весами, это могут быть мобильные весы. Тоже все зависит от специфики предприятия. После чего система запрашивает вес, вес передается на терминал и струнг, соответственно, этот вес подтверждает. И третий вариант, который тоже используется очень часто на предприятиях, это маркировка весовой продукции на производстве структурным штрих-кодом, который уже содержит в себе информацию о весе продукции, как в групповой упаковке, так и штучной. Но вариации бывают разные. Где-то групповые упаковки маркируются штучные, нет, где-то наоборот. Если мы имеем возможность маркировать продукцию структурным штрих-кодом с весом каждой единицы, то процесс выполнения любой складской операции, он значительно ускоряется. Потому что, во-первых, исключается процесс вот этого вот взвешивания дополнительного. Во-вторых, разбор структурного штрих-кода происходит гораздо быстрее, чем сотрудник будет вводить это все вручную на терминале. Говоря о структурном штрих-коде, мы понимаем вот примерно такой штрих-код, который представлен на экране длинный внизу. Данный штрих-код содержит в себе дополнительную информацию не только о продукции, но и о параметрах партии даты производства, номер производства на линии, например, вес продукции. Структурный штрих-код может задаваться как на единицу продукции на штучную, да, если мы там, допустим, палку колбасы берем, мы можем маркировать ее структурным штрих-кодом, сразу заплатывая, кидай вес. Может формироваться для групповой упаковки продукции групповая упаковка, это там, допустим, короб с определенным количеством вложений. Также структурный штрих-код может быть сформирован и для палета в целом, которая поступает из производства. Если мы можем маркировать палеты целиком структурным штрих-кодом, то у нас значительно ускоряется процесс приемки, потому что приемка палета происходит фактически одним сканированием. Мы сканируем штрих-код, проверяем информацию на экране терминала сбора гранов, и если информация на экране соответствует фактически, мы просто подтверждаем приемку, и далее уже палет размещается в зоне хранения. Если мы не можем маркировать структурным штрих-кодом палета, то мы сканируем штрих-код продукции, считаем количество, вводим количество. Это немножко дольше времени занимает. Возможность настройки и разбора этого структурного штрих-кода. Например, настройки представлены на экране. Здесь могут задаваться различные параметры, задается общая длина штрих-кода, ну и дальше прописывается какой параметр, с какой позиции, какой длины у нас отвечает за разбор этого штрих-кода. Вообще, в принципе, если эта тема интересна, то у нас недавно проходил вебинар о возможностях цифровой маркировки в ВМС Аксо-Текстай. Этот вебинар уже выложен на нашем YouTube-канале, можете посмотреть, там все это очень подробно разбирается и описывается. Мы говорили с вами также о необходимости дополнительных процессов охлаждения на складе готовой продукции. Как пример, если мы, допустим, говорим о кисломолочной продукции. Есть продукции, которые требуют охлаждения дополнительного, есть продукции, которые не требуют дополнительного охлаждения. Ну, не требуют молоко, все остальное, по-моему, требуют. Вот если мы говорим о продукции, которую охлаждать не нужно, то при приемке она чаще всего принимается в качестве кондиции, размещается в местах променения и с ней ведется работа. Если продукцию охлаждать нужно, то в системе есть механизм складских событий, который позволяет сделать определенные настройки. А именно, мы можем принимать по умолчанию продукцию, которая требует охлаждения в качестве охлаждения и фиксировать определенное время, через которое по технологическому циклу продукция должна охладиться. Ну, например, классический там вариант – это время охлаждения 12 часов. То есть мы принимаем продукцию статуса охлаждения, далее у нас срабатывает складское событие, и по истечению 12 часов есть различные варианты. Либо сотруднику ответственному приходит оповещение о том, что продукция должна была охладиться, сходить, проверить, либо качество продукции автоматически переводится из охлаждения в кондицию. Такой же процесс у нас касается и сливочного масла, спредов, подобной продукции. Только там не процесс охлаждения, там есть процесс дополнительного застывания. То есть продукция к нам поступает еще теплая, в течение трех-четырех суток она должна выставить на складе, и далее уже может быть годной подгрузки. Если мы говорим о сырах, то там есть процесс дозревания. Процесс дозревания, он гораздо длительнее, то есть там несколько месяцев примерно идет, тоже в зависимости от вида сыра. Но здесь, если мы говорим о дозревании, то подразумеваем автоматизацию вот этого буферного склада дозревания сырого. То есть там процесс тоже можно проверить. И последнее, о чем хотелось бы еще раз сказать, это организация работы отдела контроля качества, которую необходимо реализовать в системе в полной мере. Мы должны дать возможность службе контроля качества выполнять блокировку продукции. Причем эта блокировка может быть выполнена в различных вариациях. Мы можем заблокировать конкретную партию, если мы понимаем, что с производственной линией что-то пошло не так. Либо по результатам лабораторных исследований партии неугодных подгрузки. Мы можем блокировать точечно по местам хранения. Например, если при обходе склада контролер обнерозил, что у нас есть какие-то несоответствия, например, неправильно выполнена маркировка, либо повреждена упаковка, либо образовалась стечь, либо образовался жировой отек. Ну, тоже все зависит от причин. Можем блокировать точечно, попартионно, пономиклатурно, попалетно. Ну, в принципе, все возможные варианты блокировки. Ну и, естественно, разблокировки. Обратно. Далее, по событию блокировки продукции по определенным причинам у нас должны формироваться задачи на перемещение в зону карантина. То есть продукция, которая не соответствует качеству, она не должна находиться в зонах готовой продукции, не размещаться куда-то в отдельные выделенные зоны. ВМС-система также дает эти задания сотрудникам и контролирует в исполнении. На многих предприятиях есть требования к реализации автоматического оповещения пользователей о блокировке продукции с указанием причин. Ну, то есть, например, если у нас контролер решил заблокировать целиком партию, то все ответственные лица должны быть оповещены тем или иным способом. Способов оповещения несколько. Это может быть напоминание, это может быть отправка смс-уведомлений, может быть отправка письма на электронную почту. И также реализуется процесс автоматического напоминания сотрудников контроля качества о необходимости повторной проверки заблокированной продукции. То есть, с чем мы столкнулись, в принципе, при внедрении. Тем, что контролер, который начинает работать с системой, ему дается врук терминал, он идет по складу и блокирует полсклада. Ну, по определенным причинам, например, потому что продукт нет охладился, его необходимо запретить в отгрузке, и он должен выставить определенное количество времени для того, чтобы его можно было отгрузить. Собственно, контролер прошел все это заблокировал, ушел, и продукция у нас стоит заблокирована, никто взять ее не может. Ну, провести через систему. И потом мы приходим к тому, что в какое-то время контролер забывает о том, что половина поддонов у него заблокирована, и, собственно, никаких действий не предпринимает. Поэтому реализовали механизм о напоминании. То есть, если мы заполняем блокировку продукции по определенной причине, можно список причин указать, то по прошествии, например, часа-двух, конкретно заданного времени, мы отправляем то же самое уведомление о повещении ответственному сотруднику о том, что продукция это, скорее всего, у нас уже плодилось, сходи и не провели. Ну, и, собственно, и контролер выполняет эти вопросы. Все, что касается таких важных особенностей учета продукции, в принципе, наверное, у нас все. Несколько слов о результатах, которые мы получаем в результате внедрения системы. Ну, надо понимать, что результаты есть количественные, есть результаты качественные. Мы сегодня больше говорили о качественных результатах. Ну, во-первых, повышается точность учета в разрезе сроков годности и качества продукции, как следствие, это минимизация количества просроченной продукции и организация процесса своевременного возврата на производство. Также результатом является отсутствие необходимости ежедневного пересчета оттатков склада для формирования плана производства. Здесь немножко поясню. Мы с этой проблемой сталкивались на нескольких предприятиях. Заключается она в следующем. Если склад работает без системы управления складом, здесь даже больше речи не о ВМС идет, а в принципе об организации производства, на многих предприятиях не существует как такового плана производства. То есть продукция производится под конкретные заявки клиентов. И в связи с этим возникает острая проблема нехватки продукции на момент отгрузки. То есть производство не обеспечивает в полной мере склады для того, чтобы удовлетворить потребность клиентов. И многие склады вынуждены проводить ежедневное снятие оттатков в разрезе сроков годности. Далее эта информация подается уже на производство. И производство, ориентируясь на полученную информацию, уже составляет для себя какой-то план, что они должны произвести сегодня. Ну, во-первых, это очень трудозатратно, потому что снять остатки даже с высокооборачиваемого склада, который там оборачивается задеть, да, не предположить, в принципе, под конец смены он полу пустой. Все равно задействуется на это определенное количество ресурсов и времени. При внедрении в МС-систему мы получаем плюс в том, что в любой момент времени мы можем сформировать учет об остатках и в разрезе ресурсов ранения, понять, сколько чего у нас есть, и этот отчет выгрузить в электронном виде, в любом виде, отдать его на производство. Но здесь тоже нужно понимать, что проблему нехватки продукции и, наверное, это не решит. То есть, ВМС-система в этом плане не поможет. Для того, чтобы обеспечить своевременную отгрузку, все-таки должен работать отдел планирования в полной мере и должен быть какой-то план производства. Следующим результатом у нас является вот система эксплуатации без остановки работы производства. То есть, если мы можем позволить себе закрыть склад для отгрузок, ну, на какое-то непродолжительное количество времени, да, чтобы произвести пересчет, то остановка производства, она всегда является критичной для предприятия и неприемлемой, потому что это несет за собой простое оборудование и, как следствие, очень большие улыбки. В принципе, технологию запуска производственных предприятий у нас выработана. То есть, мы проводим инвентаризацию склада и параллельно осуществляем приемку продукции уже непосредственно в систему. После чего сверхоотстатков между корпоративной системой и инженерной системой у нас разделается документально. То есть, мы отдельно смотрим результат пересчета, отдельно можем посмотреть факт поступления продукции. Ну и последним результатом внедрения, основным есть результат, в принципе, почему многие склады, особенно молочной и мясной продукции, сейчас активизировались очень сильно в плане внедрения ММС, это возможность выбросить информацию в систему Меркурия, о чем мы, в принципе, сегодня уже поговорили. Ну, у меня все на сегодня. Спасибо большое за внимание. Мы сейчас готовы ответить на все ваши вопросы по возможности. Да, вопросы пишите в чат, там же, где вы оставили блютики, мы их видим, готовы на них вас проконсультировать. Наши вопросы мы сегодня ответить не успеем, вы всегда сможете их продублировать на нашу почту, я вам в конце ребинара скажу. Так, вопрос у нас следующий. Выгружаются ли в КИС данные по партии? Ну, как я уже говорила, да, в корпоративную систему данные по партиям могут выгружаться. Опять же, какие данные нужны по партиям, определяется спецификой предприятия, то есть, если вам нужны производственные партии, выгружаются производственные партии, если вам достаточно для передачи в Меркурии только информации о датах производства, то, соответственно, в КИС выгружаются даты производства, но в МС это все равно реализовано в виде порционного. Так, вопрос от Алексея. Есть возможность ручного смягчения требований по остаточному сроку годности при отсутствии на складе продукции с необходимым ОСГ? Да, такая возможность есть, если мы передаем требования к ОСГ на уровне заказа на отгрузку, и при планировании отбора мы понимаем, что на складе нет продукции с нужным ОСГ, но при этом мы понимаем, что этими правилами мы можем немножко пренебречь и отгрузить более старую продукцию клиенту. Мы можем изменить процент в строке заказа на отгрузку, либо в шапке заказа на отгрузку, либо снизить процент на уровне контрагента. Поэтому возможность есть. Если возможность нужно запретить, запретить ее тоже можно. В этом плане система не достаточно. Вопрос следующий. Вопрос от Юлиана. Да, кстати, запись вебинара будет выложена на нашем канале YouTube и на нашем сайте всего.ру. По срокам примерно 10 рабочих дней мы выложим эту запись. Возможно ли записать требования по ОСГ как атрибут именно клиента? Да, такая возможность тоже есть. Мы рассматривали два варианта. Первый на уровне заказа, второй на уровне клиента. В карточке контрагента у нас есть поле, которое называется «Остаточный запас срока годности при приемке и при отгрузке». На уровне контрагента мы можем его задать. Но здесь нужно понимать, что если мы задаем 80%, например, то это означает то, что для любого вида продукции с любыми сроками годности у нас подбираться по ОСГ будет именно 80%. Так, сейчас смотрим дальше вопросы. Так, в КИС выгружаются данные по партии. Мы уже ответили на этот вопрос. Возможно ли ввести в одной системе несколько складов? Каким образом осуществляется в системе приемка материала с разной упаковкой? Возможно ли ввести в одной системе несколько складов? Здесь, наверное, вопрос нужно конкретизировать, что имеется в виду. Сейчас не готова ответить. То есть, если вы говорите о том, что у нас есть какие-то удаленные склады друг от друга, и мы хотим ввести единую базу по этим складам, то, наверное, это делать не совсем целесообразно. Потому что ВМС-система – это система именно физического взаимодействия. Если вы имеете в виду о складе готовой продукции и о производстве, ну, о складе сырья и материалов, например, то возможность введения учета по двум складам в системе есть. И, в принципе, такие проекты у нас реализуются, есть примерное время тоже. Ведется учет как готовой продукции выпускаемой, так и сырья и материалов, из которых производится эта продукция. Каким образом осуществляется в системе приемка материала с разной упаковкой? Здесь имеется в виду разные конфигурации упаковки. То есть, наверное, тоже надо немножко конкретизировать вопрос. Ну, вообще, если я правильно понимаю, я отвечаю на вопрос различной конфигурации упаковки. То есть, есть у нас, допустим, коробка, в которой вложение 5 штук, есть коробка, в которой вложение 10 штук. Зависит все от того, как у вас ведется в корпоративной системе этот учет. То есть, если у вас это одна карточка номенклатуры, но с разными единицами измерения, это один вопрос. Если у вас это разные карточки номенклатуры, то для ВМС это, соответственно, тоже разная сущность. В системе есть возможность учета товара в упаковках. То есть, при приемке продукта, ну, во-первых, надо понимать, да, что если вы имеете разную конфигурацию упаковок, то у этих упаковок должен быть разный штрих код. Для того, чтобы система могла однозначно определить, с какой упаковкой ведется работа. Во-вторых, нужно для себя понять, для чего вам нужно ввести вот этот вот именно разделенный учет. Вообще в системе, ну, типовой вариант это учет по базовым единицам. То есть, не важно, какие конфигурации упаковок, общее количество идет в базовых единицах. Если вы хотите этот учет разделять и понимать, что у вас на остатках там 10 упаковок по 5 штук и 20 упаковок по 25 штук, то возможность такая есть. Для этого есть отдельный регистр остатки товаров упаковок. Но, соответственно, тут нужно понимать, что при выполнении спецких операций у вас абсолютно все операции будут вестись именно с конкретным видом упаковки. А приемка материала осуществляется, соответственно, по сканированию штрих-кода. То есть, при сканировании штрих-кода система смотрит на то, к какой конфигурации упаковки относятся там штрих-код и подставляет на терминал упаковку. Далее мы вводим количество упаковок, которые мы понимаем. Ну, это если вы че-то понимаете. Есть ли типовые интеграции с конфигурациями УПП и ГИРП? А типовые интеграции, если мы говорим о ВМС, то есть интеграция, она выполняется с двух сторон. Она выполняется со стороны корпоративной системы, она выполняется со стороны ВМС. Мы, в принципе, реализуем и тот, и тот вариант. Со стороны ВМС есть определенный набор обработчиков, которые в любом случае при внедрении каждого проекта определенным образом видоизменяются. Со стороны интеграции с корпоративными системами понятия типовой интеграции нет. То есть, есть определенный опыт, есть тоже какие-то обработчики, но здесь нужно понимать, что интеграция каждый раз разрабатывается практически заново, потому что учет на различных предприятиях даже с одним видом продукции, возьмем молочные склады, например, учет может быть организован совершенно по-разному. Где-то в корпоративных системах ведется серийный учет, где-то серийный учет не ведется. Где-то ведется учет в разрезе юридических лиц и поклажидателей. Где-то не ведется. Ну и, соответственно, организация учета, документооборот на разных предприятиях осуществляет по-разному. Еще раз повторю, что опыт у нас достаточно большой с точки зрения интеграции с корпоративной системой, но вот такого типового готового пакета, чтобы мы вам его отдали, вы у себя его вставили и все заработало, такого не бывает. Интеграция каждый раз разрабатывается индивидуально. Вопрос от Сергея. Сколько мест отбора надо держать на складе в варианте различной отсечки ОСГ для каждого клиента? Да, это на самом деле вопрос, с которым мы постоянно сталкиваемся. Вопрос нехватки места отбора. Здесь сколько нужно держать мест, ответить я вам, конечно, не смогу, потому что это все зависит, во-первых, от количества номенклатурных позиций, которые у вас обрабатываются на складе, и от различной вариации требований к ОСГ. Мы сталкиваемся очень часто с чем? Говоря там об агропромышленности, мы понимаем склады, которые находятся при производстве. Как правило, эти склады достаточно небольшие по своему размеру. И так как производство с каждым годом увеличивает свой тег на любом предприятии, да, потому что задача, в принципе, на любом предприятии наращивать объемы. Склады при этом не расширяются, ну, в момент. И сталкиваемся с проблемой нехваткой места при отборе продукции в зоне отбора. Здесь при проектировании склада, да, ну, в принципе, при реализации проекта нужно, конечно же, обращать внимание на количество позиций, на вариацию требований. Во-первых. Во-вторых, все-таки мы приходим к такой практике, что подпитка о пополнении зоны отбора, она может быть, в принципе, выполнена разными способами. Это может быть регламентная подпитка, допустим, мы задаем какой-то определенный минимум, который у нас должен храниться в зоне отбора и постоянно его пополняем. Для складов с продуктами питания это не очень хорошо работает, потому что, во-первых, мы не знаем, какие ОСГ нам закажут в моменте. Во-вторых, это очень сильно увеличивает количество ИЧС, да, с учетом различных требований. Поэтому здесь есть механизм такой. Зона отбора пополняется под потребность до максимального значения при планировании отбора. То есть, например, у нас есть пять заявок на отгрузку. В эти пять заявок нам нужно отобрать молоко. И требования к срокам у четырех заявок, одно, пятый, другое, более высокое. Система при планировании отбора высчитывает общую потребность, которая нам нужна, и планирует подпитку с верхних ярусов в зону отбора. Плюс в том, что мы не забиваем зону отбора абсолютно всем ассортиментом, а выполняем пополнение именно той продукции, которая нам нужна в момент с учетом требований КОСГ. Опять же, если, допустим, у вас есть какие-то очень требовательные клиенты, ну, чаще всего это препёсток, у которых требования КОСГ это 90-95%, можно рассмотреть вариант отбора продукции для таких клиентов без пополнения зоны отбора. Но, опять же, тоже здесь всё зависит от объёма, который у вас выбирает этот складок. То есть, если у вас там заказывается 50 позиций, допустим, да, с высокими ОСГ, то понятно, что по 50 позициям отбор с верхних ярусов вы не выполните. Если это конкретно какие-то 2-3 позиции, то вполне можно допустить себе разрешить отбор с, ну, как на групповую упаковку с верхних ярусов, задействуя при этом определённую технику, там, либо ручной штабеллёр, либо попроще, чтобы, опять же, не забивать зоны отбора свежими ОСГ. Как больше нет? Вот Павел ещё нас спрашивает о возможности изменить меню ТСД и отбор отображаемой информации. Да, такая возможность у нас присутствует, для этого есть специальный конфигуратор меню ТСД. Если прямо это будет интересно, вы можете обратиться либо по нашему телефону общему 8495-961-2609, либо на электронную почту omsobakaksilot.ru, и мы вас по этому вопросу проконсультируем, чтобы в рамках этого вебинара не тратить просто время. Готовы ответить на эти вопросы, будем вам. Если вопросы остались, задавайте нам тогда на наш электронный адрес, ещё раз повторю, omsobakaksilot.ru, либо по номеру телефона 8495-961-2609. А, вот вопрос появился с предложением по интеграции. Ну, сейчас ответим ещё на него. Понятно, что состав полей карточки товара может быть разным, учёт разный, технический интерфейс передачи данных есть типовой, например, для IP4. Или каждый раз для своей системы всё нужно заново писать. Ну, я ещё раз повторю, что за основу берутся, естественно, уже какие-то готовые обработчики, но данного писать не приходится, но видоизменять их или дописывать в любом случае придётся. То есть, как такового типового решения нет. Добрый день. Конфигурация написана с 0 или на базе типового решения? Добрый день. Конфигурация, речь идёт о конфигурации ВМС-системы, о которой мы сегодня рассказывали, или о чём. ВМС, нет, конфигурация не написана на базе типового решения, она разработана на платформе 1С, но разработчиками системы являемся мы. То есть, да, мы можем сказать, что она написана с нуля. Если мы говорим о ВМС-с-5. Ну, собственно, ВМС-с-4. ВМС-4. Тоже. Ну, можно сказать. Можно. Так, возможно ли чуть более подробно рассказать о возможных правилах планирования и правилах выполнения операций? Что конкретно хотелось бы узнать? Если вы можете его просто конкретизировать. В системе есть понятия правил выполнения операций, которые задаются на уровне модели учёта маниклатуры. К этим правилам мы относим стратегию размещения, стратегию отбора, стратегию выпуски и стратегию изменения качества продукции. Любая стратегия – это настройка условий и алгоритмов, по которым выполняется планирование, ну, например, размещение продукции. То есть если мы говорим о размещении. В первую очередь для себя мы определяем, ну, для начала мы определяем физические правила, да, то есть какая продукция у нас должна пойти в какую зону и по какому критерию. Например, если мы говорим о том, что продукция у нас требует дополнительного охлаждения, то при приёмке она у нас принимается, условием является то, что она у нас принимается в качестве охлаждения, и алгоритмом размещения является размещение поддона с такой продукцией в зону до охлаждения. Ну, то есть алгоритм размещения, он может быть совершенно разный, и принцип, ну, это всё зависит от принципов зонирования, от принципов учёта продукции, да, то есть где-то нам нужно учитывать правила совместимости товара в зоне. То есть понятно, что молоко и мясо мы не можем хранить в одной зоне, потому что молоко может потечь и, собственно, испортить все упаковки с продукцией, которая стоит ничем, не молочной продукцией. Алгоритмы размещения, они тоже бывают разные, в большей части они упираются на кратность, с которой мы работаем, то есть мы можем размещать целый поддон в зону хранения, мы можем осуществлять раскладывание в зоны отбора, например, да, если такой продукцией мы с ним делаем, раскладывание по товарам, здесь всё зависит от того, как работает предприятие. Что касается отбора, на уровне стратегии отбора задается, во-первых, необходимость соблюдения, ну, строго офисного продукта питания, во-вторых, точно так же задаются условия и кратность отбора, то есть в какой зоне, в какую очередь нам нужно искать ту или иную продукцию. Отбираем мы целым палетом, либо мы отбираем только групповыми упаковками, либо у нас есть штучный отбор, это всё задается тоже на уровне стратегии отбора. Есть у нас стратегии подпитки, это правило, по которым мы должны подпитывать продукцию, то есть пополнять зону отбора. Как я уже говорила, это могут быть зоны регламентная подпитка, когда мы с определенной периодичностью смотрим на минимальное значение в зоне и осуществляем подпитку. Это может быть подпитка под потребность под заказ, под потребность при планировании конкретной машины, если мы о рейсах говорим, тоже вариации разные. Ну и стратегии изменения качества, это, собственно, те параметры, которые создаются для антиклатуры, при которых у нас автоматически должны меняться качества продукции. Для того, чтобы более подробно узнать о правилах планирования, если вы не являетесь нашим клиентом еще пока и хотите посмотреть систему, познакомиться с ней более подробно, то вам лучше тогда записаться на демонстрацию. В демодель. Да, либо в демодель, либо в дополнительную какую-то демонстрацию. Потому что сейчас, ну, очень подробно рассказать о всех правилах планирования, во-первых, не позволяет время, во-вторых, нужно разговаривать более предметно, учитывая специфику вашего предприятия. Поэтому здесь, пожалуйста, обращайтесь. Так, а вот имелось в виду, ну, тоже вопрос Алексея в предложении. Имелось в виду, какие типовые стратегии есть в системе, как базовые, возможно ли создать оригинальные стратегии и правила. Так, значит, еще раз, базовые стратегии – это стратегия размещения, это стратегия отбора, это стратегия подписки, стратегия изменения качества, ну, состояния продукции. Это базовые. У этих стратегий есть набор условий и алгоритмов. Ну, условия, как правило, там достаточно широкий список отбора, алгоритмы, они могут быть как типовыми, так и произвольными. То есть типовые алгоритмы – это, ну, чаще всего применяющиеся решения, да, исходя из наших опытов. Там задается кратность отбора, задаются зоны, из которых выполняется отбор, и задается в каком-то варианте правил, то есть фифо, лифо и все прочее. Если же вы понимаете, что специфика вашего предприятия не вписывается в типовое решение, то есть возможность настройки произвольного алгоритма. Пожалуйста, код открыт, вы можете в любой момент какие-то настройки в произвольном порядке внести без изменения конфигурации. Сергей скажет по поводу лицензирования. Лицензии покупаются на основной поставку самого решения ВМС, и там лицензируется терминал избора данных по количеству сотрудников, которые у вас работают в смене. Вопрос из Ивана. При автоматической смене статуса продукции по сроку годности возможно ли формировать ее перемещение в зону брака? Да, конечно, такая возможность есть. Это реализовано в механизме складских событий. Исходным действием у нас будет являться автоматическое изменение качества продукции. Алгоритмом обработки у нас будет являться перемещение в указанную зону. То есть по изменению качества в системе формируется задача, которая выдается в последствии сотруднику на терминал. В этой задаче указано, из какой нужной ячейки взять, какую продукцию, в каком количестве и куда ее переместить. То есть это совершенно типовой механизм, он на всех складах применен. Если на какие-то вопросы мы не ответили, тогда обращайтесь нам, еще раз повторю, либо на наш почтовый ящик omsobakaksilov.ru, либо позвоните нам по телефону 8495-961-2609. Постараемся и ответим вам на все остальные вопросы. Мы тогда с Дарьей прощаемся с вами. Если вопросы есть, пишите, звоните нам. Будем рады ответить. Так, коллеги, большое спасибо за внимание. Будем рады вашим вопросам. Будем рады обратной связи. До свидания и всего хорошего. До свидания.